Возле дома-интерната для особенных детей появилась хорошая дорога. Её ремонта с прошлого года добивались активные родители, которые водят своих детей в образовательное учреждение. Было написано много обращений и в местную администрацию, и в региональное министерство образования, к которому относится интернат. Результат был один – дорожное полотно делать никто не брался. Может, дорого, а может, и другие причины были. В итоге мамы обратились в нашу редакцию, чтобы осветить проблему в прессе. И нашёлся-таки человек, который отреагировал на крик души родителей. Обращались мы к депутату, также обращались в Саратов, письмо отправляли. Но Саратов нам отписал, что здесь дорога у вас нормальная. В итоге депутат Киркосян помог нам, сделал дорогу. Мы благодарны. Сейчас эти 30 метров бывшего бездорожья покрыты качественным асфальтом. Его работники автотрассы уложили буквально за два дня. И детки-инвалиды смогут ходить в школу, не опасаясь, что подвернут ноги на какой-нибудь яме. Кстати, новое покрытие появилось и на площадке возле крыльца интерната, где проходят общие школьные линейки. Здесь тоже были большие ямы, и детей с особенностями развития всегда вели родители, чтобы ребята не споткнулись и не упали. Эта площадка благоустроена по личной инициативе депутата областной думы Гагика Киркосяна, потому что мамы в первую очередь спросили отремонтировать дорогу, а о пришкольной территории только обмолвились, даже не надеялись, что депутат приведет в порядок и проезжую часть, и площадку перед входом. Работники автотрассы, кстати, засыпали и место, где из-за порыва сетей произошло вымывание грунта, и он провалился. Теперь активные мамы ждут, что директор школы-интерната сдержит обещание и установит пандус, которого в здании до сих пор нет. Пантус, конечно, необходим в плане того, что дети-колясочники подъезжают сюда, к лестничной площадке, и мамы, родители их заносят на руках, насколько это возможно. Пантус, он вообще сейчас у нас доступная среда для всех, и это первая необходимость для детей с ограниченным возносом пантусы, туалеты и все дороги, которые прилегаются к доступной среде. Кроме этого, родители надеются и на то, что вдоль здания интерната поставят заборчик. Дело в том, что первый этаж в школе полуподвальный, и чтобы в окна попадал солнечный свет, вдоль здания идет углубление, которое не огорожено. Я видела, как мальчика, они вышли на улицу, и он упал вот в эту ямку. Просто как бы у меня ребенок вот с первого сентября пойдет в эту школу, и как бы я знаю, что она любит везде полазить, и за нее смотреть очень сложно, она подвижная девочка, и может упасть. Поэтому, знаете, как бы страшноватенько. Родители рады, что в школе для их особенных детей начались перемены в лучшую сторону. Глядишь, и другие проблемы решатся одна за другой. Главное, чтобы руководство интерната было поактивнее.